Уважаемые коллеги, сегодня будет доклад про картографию, геодезию и копание в интеграционном ландшафте поглубже и пошире. Наверняка вы сталкивались с ситуациями, что приходишь на проект, там много всего сделано и непонятно, как это все обозреть. Потом выясняется, что есть несколько интеграционных систем и еще много разных сложностей и разные подходы есть к тому, как с этим разобраться. Я с удовольствием представляю доклад моего коллеги Андрея Оленикова из уважаемой компании «Газпромнефть». Андрей, прошу тебя, очень буду рад услышать. Спасибо, Илья. Здравствуйте, коллеги. Я постараюсь продолжить свой рассказ, который начал на предыдущей нашей встрече, на Пимоне 2019, об архитектурных аспектах интеграции. Мы обычно привыкли говорить о технике дела, о модулях, адаптерах, настройках. Я же постараюсь немножко с другой стороны зайти и рассказать о тех задачах, которые могут возникнуть при описании в целом ландшафта интеграции. И не только PI, PO-CPI, BODS, но и также других возможных вариантов, с которыми мне приходилось сталкиваться в реальной работе. Начну с упоминания того, что все мы хорошо знакомы с книгой Enterprise Integration Patterns и ее значение нельзя переоценить, потому что она дает нам алфавит или как набор кубиков, которыми мы оперируем при описании наших интеграций, при описании интеграционных сценариев, каких-то ландшафтов и прочего. Можно сказать, что все интеграционные шины стремятся реализовать в том или ином виде вот эти кубики. Если же они этого не делают, то мы сами понимаем, что, например, ИКО – это вот это, канал – это канал, маппинг – это трансформация. То есть это такой точка отсчета для обсуждения и общей терминологии. В прошлый раз мы задались следующей задачей. То есть мы хотели сделать независимое от интеграционной шины предприятия описание соединений между системами для того, чтобы максимально полно представить, как работает интеграция. Интеграция. Предполагалось, что мы сможем с помощью этого графа интеграции узнать не только, какие системы с какими соединены, но и в целом по предприятию понять, сколько сообщений отправляется, получается, как часто они ломаются, сколько там инцидентов было по такому интерфейсу, по другому, потому что часто бывают, например, какие-то субъективные оценки со стороны пользователей этой интеграции, что вот там такая система чаще ломается. Это нужно, приходится, вернее, поднимать логи, журналы, смотреть, разбираться. И часто бывает такая ситуация, которую сегодня уже говорили на тестировании, что поезд-то уже ушел, данных уже нет. И восстановить все, как было, довольно сложно. Если же иметь некий такой слепок на каждый момент времени, состояние шины интеграционной, то тут уже можно оперировать какими-то конкретными значениями и обосновывать те или иные решения. По сравнению с предыдущим годом, я тут написал, что необходимо потребовать включить в это описание интеграции, также и атрибуты передаваемые в том виде, в каком максимально можем извлечь их. Ну, в частности, если мы аккуратно описывали в Enterprise Service репозитории типы данных, то у нас там есть описание на русском, английском языке. Тип данных, естественно, можно взять. Если это какой-то IDOC, ну, в IDOC там тоже есть свои поля, которые мы можем подтянуть и включить в это описание. Итак, мы приходим к тому, что нам необходимо как-то договориться в одном общем открытом описании обменов данных. Повторюсь, что такая задача может возникнуть, когда нам необходимо задокументировать то, что уже было сделано, разобраться, что с чем связано, где больше имеет значение, где меньше. И важно это понимать не только в привязке к конкретному инструменту, например, ПИО, но и также с рядом стоящими шинами, такими как САПБИОДС, информатика и другие шины, которые вполне могут использоваться на предприятии совместно и в большом количестве. Для чего же может понадобиться, мы дальше поговорим немножко об этом описании, но пока можно наметить следующее, что если бы был такой открытый общий формат описания интеграции, то можно было бы писать инструменты на основе этого формата. То есть инструменты по документированию, по каким-то анализу, если есть срезы этого описания по времени, то можно уже какие-то даже большие данные привлечь для анализа, изменения ландшафта интеграционного и так далее. Здесь фантазия может работать на полную мощность. Почему же не взять какой-то уже существующий стандарт? Ну, как обычно, нам нужен еще один хороший стандарт. В нашей компании, например, используется ARIS нотация для описания интеграции. На нем сделано специальное соглашение о моделировании, которое можно использовать для описания интеграционных соединений. Но оно используется в основном для планирования, то есть для определения потребностей в интеграции. Выгрузить же из системы можно, ну, только с большими ограничениями это описание. Также есть вариант использования Common Information Model, которая используется, например, в SLD. Но там тоже свои сложности, потому что SIM-модель, она очень сложно меняется. То есть проще в базу данных таблички накидать и писать, чем поддерживать в целостном состоянии SIM-модель. Очень сейчас развита и применяемая в разных инструментах BPMN 2.0 нотация, которая позволяет визуально показать что-то, как все соединено, как оно работает между собой и так далее. Но у BPMN 2.0 есть следующий недостаток. Он слишком общий и все равно, если вы заметили, в CPI и в, допустим, инструментах, которые используются для, ну, в плагинах NVDS, где BPMN, похожая нотация используется, там все равно используются ограниченные наборы этих кубиков 2, 3, 4. И вот хотелось бы как-то сузить вот этот набор, чтобы он был один и все бы с ним согласились и могли бы им обмениваться. Также отметим Blueprint ASB, но он поддерживается большинством SHIN open-source, там, MOOC, CAMEL и так далее. Но в нем, по-моему, нет описания типов данных. Хотелось бы туда это добавить. Обычно вот тот рассказ, который мы слышим, когда сравнивают разные способы интеграции, это, например, собственные разработки, так называемая спагетти-интеграция, какой-то интеграционный фреймворк, спринк или что-нибудь, или же шина данных предприятия, а также какие-то другие решения, то их обычно сравнивают, противопоставляя друг другу, что вот это лучше, это хуже, это лучше для того, это дешевле. Хотелось бы не противопоставлять эти решения, а раз уж они существуют, и я так понимаю, что редко есть компания, в которой какой-то один прямо вот только существует инструмент интеграции, чтобы все эти инструменты интеграции могли разговаривать примерно на одном языке, получать одинаковое описание, которое можно затем использовать для общих задач по интеграции на предприятии. Предположим, что мы такой формат придумали и сделали. Что он не сможет сделать? Я думаю, что он не сможет решить такую задачу, как выгрузить из одной системы описание, из ПИО, например, и в БИОДС его загрузить, и там сразу все заработает. Конечно, такого чуда ждать не стоит, но какие-то заготовки к этому чуду вполне можно сделать. Можно, например, набросать список тех интерфейсов, которые в целевой шине мы хотим спроектировать, и уже знать заранее их количество, сложность, допустим, атрибутный состав, и уже заранее спланировать свою работу. Также у нас будет возможность разрабатывать инструменты на основе этого формата, уже не привязываясь к конкретной шине, потому что, например, мы сделали великолепный инструмент для одной шины. он работает, создает там какой-нибудь полезный нам документ, руководство или документацию, или что-то еще. Но для соседней шины, для соседней группы инструментов интеграции он уже не работает. Нам уже нужно что-то другое делать. То есть получается, что мы должны собрать, например, описание интеграции всей компании, и нам приходится много раз проделывать одну и ту же работу. То есть изготавливать документы писания из разных источников. С одного источника, если бы он был, такую задачу можно решить быстрее. В прошлый раз я показывал, как мы наметили примерно, что нужно сделать, и как использовать карту, вот эту огромную карту, ландшафт. Можно держать, не обязательно держать ее в виде какого-то там, ну, графы, таблицы, это одно и то же. Их можно укладывать, там делать всевозможные выборки по тому, какие атрибуты где используются, там по проверке, например, выполнять работу по проверке правил именования в ландшафте, да? Такая одна из задач. Как ее можно решать? Можно, ну, можно, конечно, просто не давать создавать объекты вне соглашения об именовании, но так не всегда бывает, потому что, допустим, при изменении с какого-то момента правил именования приходится иметь дело со старыми интерфейсами. И вот тут можно использовать вариант выгрузки этой огромной карты и анализы именно ее, например, в соответствии соглашения об именовании. Также могут задать вопрос, например, для какого-то дочернего общества, сколько вот у них используется через ПО идет, а сколько через ДС. Ну, так вот сразу, сходу на такой вопрос ответить сложно. Нужно разговаривать с разными специалистами, собирать данные, потом еще сравнивать, какие атрибуты передаются, те или не те. Хотя по названию интерфейс может быть один и тот же. Предполагается, что такая карта может помочь и в этом случае. Сошлюсь еще раз на вот эту работу по выгрузке XML из API. Она является неким как кругов концепт, да, для этого. Но обратите внимание, что XML, который получается на выходе, он никакой. То есть он просто до какого-то уровня вложения повторяет ESR, но выше он просто заглушки установлены. И большого смысла они не несут. Хотелось бы тоже с этим разобраться и предложить какую-то разумную, разумную, например, структуру вот этих корневых тегов. Например, там классификация по видам шин, там ETL, ESB. Ну, возможно, это уже где-то сделано, можно только это использовать. То есть задача была такая максимально приблизиться к схеме данных и к XSD этого XML всеобщей карты, которые затем можно использовать для тех инструментов, о которых я говорю. Сейчас я попробую показать, как, да, значит, когда мы говорим про граф, то у нас есть множество инструментов работы с ним, программы разные и прочее. Но вот я не нашел другой программы, кроме YET редактора, которая бы работала с группами и могла бы гибко приписывать атрибуты и имела бы свой диалект GraphML. То есть она не полностью имеет какой-то свой новый формат, а она расширяет диалект GraphML своими namespace, в которых можно описывать довольно сложные взаимодействия между системами. Сейчас я постараюсь это показать. Ну вот пример модельного такого описания, когда мы видим, то есть система, обработка сообщения и система получателя. то есть вот такая красивая картинка для одного интерфейса, для одного ECO. Вот это ECO, это очень похоже на тот BPMN 2.0 описание iFlow, это все очень похоже на Blueprint по набору тегов, мы сейчас это посмотрим, как это внутри устроено и соответственно можем допустим понять, где у нас маппинги хранятся. Вот где-то здесь. Вот обратите внимание, что здесь сделаны кастомные теги для написания интерфейсов с этой стороны. Здесь можно написать какие-то атрибуты, любые совершенные, которые приписаны вот этой стрелочке. Точно так же можно смотреть на атрибуты узлов. Система наименования, решения, блок. То есть те атрибуты, которые вам нужны, вы сюда их, вы здесь их увидите и сможете анализировать. Вот вариант, например, как не надо делать. То есть видите, мы обычно так нарисуем визию, то есть мы показываем систему отправитель, систему получатель, между ними, ну, дай бог там машина, а дальше как, что с ней делать, откуда вот эта стрелочка знает, что она связана вот именно с этой стрелочкой. никак. Поэтому у нас появляется промежуточный объект внутри, который мы обязаны описать. Это может быть, либо назовем его IPHO или IFLO, то есть то, что связывает вход с выходом в шине. Ну и если совсем подробно генерировать такую картинку, то мы можем увидеть соответственно маппинг и интерфейсы в системах отправителях. И в системах получателях тоже можем увидеть. Ну вот еще раз хочу сказать, что я не нашел другого инструмента, который бы аккуратно работал с группами, кроме YET. Если у кого-то есть такие наработки, инструменты, это было бы здорово познакомиться с ними. Да, давайте я покажу совсем вариант, как это в принципе может быть. Я попробую его открыть. Ну вот эта сырая выгрузка, она практически не несет, ну как вот это сгенерированное и по описанию ландшафта набор вершин и узлов. Так скажу. Давайте применим к нему какой-нибудь layout. Вот. И мы видим, во что это все превращается. То есть это маппинги, вот эта группа конкретно, эта группа еще раз применю. Эта группа DS или API я сейчас не помню. вот соответственно мы видим вот такие колеса, ну или как круговые диаграммы, каждый из которых это конечная система. Видите, два больших домена, то есть один DS, один PO. Если бы я выгрузил там допустим из информатики или из табличек IDOC здесь здесь были бы еще круги. Конечно, какая-то из этих систем соответствует. То есть тут есть системы, которые просто пока не смаплены одни с другими. То есть вот отсюда система она где-то здесь наверное может быть этой чары найдется. На этой стороне. Обратите внимание, что уже можно по толщине по количеству входящих. Хотя здесь нет никаких атрибутов на ребрах. но уже можно даже визуально понять куда тянется больше соединений. Куда настроено реально в системе больше соединений. Итак, как предполагается, что это работает? из разных источников мы собираем данные со своего ландшафта из различных шин HEML, PI, PO, CPO, облачные, BODS и так далее. Другие системы. Может быть вручную заводим какие-то соединения, допустим, где мы файлами что-то загружаем или загружаем. и так же у нас будут пользователи этой карты, кто будет получать ответы на те вопросы, которые зададут. Сейчас я покажу трело-доску, на которой все эти разработки выложены. там можно попросить приглашения и присоединиться, посмотреть на все эти XML, XSL и прочие преобразования. Вот, в частности, сейчас я попробую показать те XSL, которые превращают одни файлы в другие. Файл, который, вот видите, тут можно посмотреть, что он создает фактически в нотации GraphML с расширением Y-ET, создает узлы, которые мы видим затем вот здесь на этом, в этом инструменте. мы создаем здесь кастомные теги сами в произвольном виде, заполняем их какими-то данными и затем создаем вот это визуальное представление, которое также можем сюда пшить в этот XSL, XSL. Также вот пример выгрузки XML-ных срезов из да, пример выгрузки XML-ных срезов DS, BioDS, в такую же карту. как это работает на BioDS, есть возможность выгружать, можно зашедулить команду операционной системы, которая будет выгружать вам XML- всех репозиторий и вы можете их смержить, в данном случае этот мержен занимается собственно сам XSL и построить одну карту всех соединений, выбрав например в качестве Data Source, Data в качестве канала в Data Source в качестве объектов собственно джобы в виде Integration Flow, то есть смаппить вот эти сущности между собой и построить опять-таки единую карту, которая выглядит примерно вот так. Вот ее фрагмент, опять же видите здесь есть понятие интеграционного сценария, есть понятие потока Integration Flow, все точно так же как в Blueprintе, но только немножко по-другому и вот это немножко по-другому оно собственно и наталкивает на мысль, что можно сделать одно описание общее и им пользоваться, а не изобретать каждый раз какое-то представление. Да, здесь можно опуститься до типа данных и посмотреть его атрибуты, если они выгружены. вот примерно такой XML с продуктивной системой занимает сотни мегабайт. Вот сотни мегабайт, но соответственно мы же его не смотрим сами, мы его XSL обработали, получили на выходе, ну или группа XSL, как вот здесь например указано, то есть мы запускаем вот по очереди два трансформа, две трансформации XSL и получаем на выходе читаемый, скажем, инструментом визуальным файл. файл. Сейчас я покажу доску тревела, как обещал. Вот здесь можете, ну, кому будет интересно, можно попросить приглашение, добавиться в нее и пройтись по вот этим шагам, которые сделаны, не сделаны. Здесь все это есть. Плюс здесь как бы поставлена задача автоматической публикации в Вики, которую также можно попробовать решить, сделать что-нибудь. что планируется? Вот хотелось бы, конечно, сделать документирование автоматическое для контента PIS, PIPO, MDS, и также сделать инструмент для анализа изменений разработок, то есть чтобы можно было понимать, какие группы интерфейсов меняются чаще, больше, потому что идет вал, например, запросов на изменения, которые добавляют где-то добавляют один и тот же интерфейс много раз колбасится, и возможно это предмет для его редизайна, если уж так часто ему приходится переделывать, или его нужно разбить на группу. Так вот у нас например был случай, когда один большой интерфейс, очень долго его делали, каждый раз при любом изменении поля его там все двигают, отлаживают, и в этом смысле узнать о том, что там грозит какая-то опасность, можно было бы уже по валу тех изменений, которые в него планируются. Хотелось бы, конечно, чтобы этот граф был живой, наполненный той информацией, которая сейчас проходит по шеи, потому что часто, например, получается так, что данные продуктивные, они хранятся только, например, в ПО, они хранятся только статистически, то есть сколько было сообщений, сам контент не хранится. Дальше вот эти данные в принципе можно использовать для наполнения вот этого графа какой-то фактическими данными по тому, сколько сообщений прошло, сколько ошибок было на интерфейсе и так далее. И также можно делать отчет по ну там ежедневный, например, или какой-то периодический отчет о том, какие где случались там критические инциденты или что-то другое. И уже сравнивать не просто какую-то одну шину и что в ней происходит, а смотреть на ландшафт всего предприятия, сводить это все в одну в один красивый дэшборд. Вот. Интересно, что у нас например есть такая разработка, которая собирает карту постоянно и в принципе она вот ее накопленные данные позволяют сейчас в них разобраться, посмотреть, только нужно делать это заранее заготовленным инструментом, чтобы не тратить на это много времени. Вот мы подошли к вопросам и ответам. Я просто не совсем знаю, как в зуме это делать, что нужно нажать, чтобы услышать вопросы, ответы. Андрей, в кнопочке Q&A вверху или внизу есть возможность почитать вопросы, но сейчас их там... Ну, сейчас нету, да, я уже нашел, да, вопросы. В чате тоже никто не пишет, давай тогда я прокомментирую некоторые вещи и задам свои вопросы. Хорошо, да. вообще в варианте игр Кьеда кто, кроме тебя и технорей смотрит в игр Кьед представление? Ну, смотрите, смотри, игр Кьед это инструмент, набор инструментов и, соответственно, чтобы показать эту карту мы предполагали следующее, что есть разработка на уровне например, сервера приложений, которое эту карту показывает. Показывать можно, либо купив лицензию на ИГРЕКЕ инструмент, тогда все будет вот точно так же только на веб-сервере. Либо можно разработать свой фреймворк для показа этого узла и в принципе он у нас тоже разрабатывался показа вот этой именно картинки для того, чтобы держать руку на пульсе, то есть заходишь на страницу на портал, в нашем случае сапфорский портал, и там этот виджет постоянно тебе обновляется и показывает вот эти данные. Вот предвосхищу еще один вопрос, и может быть я его не затронул, это размещение. Я там лихо взял и разместил все как-то. Конечно, это сугубо человеческое предпочтение, как выглядит, как должна выглядеть эта карта. кому-то удобнее сгруппировать так, кому-то этак. Но преимущество этого подхода, что основные данные, исходные, они остаются теми же. И достаточно просто зафиксировать вот этот граф ML в том виде, в котором, например, эксперт разместил все по полочкам, и затем у нас была разработана такая процедура, когда она обновляет узлы данными, если таких узлов она не нашла, она создает эти узлы в уголочке на размещении. И можно их опять вытянуть, разместить, и она опять замерзнет, заморозится. И таким образом потребители этой карты, которые вот на вот здесь показаны, они уже видят почему-то они уже видят, скажем, прибранную карту графическую, наполненную там числами, данными и прочим. То есть Y-ET это не ну как, не это самый удобный инструмент, но не единственный. Можно написать свое, можно написать свое отображение этой карты, лишь бы у нас вот это общее представление было ну скажем, общепринято. Да, да, это понятно. Имеется в виду вот вообще в повседневной работе вашего предприятия в игр Y-ET в основном получается лазишь ты и технари или кто-то и от... Нет, конечно, нет, нет, скорее только я и кто-то, кто заинтересуется. На выходе, конечно, нужна картинка. То есть это ну как архитекторы, они только картинками занимаются. Либо проваливание между картинками, да? Да, ну то есть когда показываешь вот такую картинку, то уже становится ясно, что да, там все именно так, как нарисовано. Когда же пытаешься в видео там за неделю нарисовать какой-нибудь ландшафт, ну это не так быстро получается, не так качественно. Нет, занимает гораздо больше времени. А что в игру к Еде не хватает? Понятно, что он есть платный там вариант для того, чтобы строить его на сайт, но в бесплатном варианте какие есть ограничения? Ну, бесплатно там только редактор, вот тот, который я показывал. Ну да. Имеется в виду, что в этом редакторе не хватает, в автономном. Не знаю, у меня такое, я с таким не сталкивался. То есть любые наборы атрибутов, даже там массовые изменения атрибутов очень хорошо все продумано, тут я прямо... А с русским языком как? Не пропадают русские буковки? Все нормально, да? Ну, так. Ну, закупка, сбыт. Даже в имена группы. Ну, то есть, по идее, нет. Но это скорее, если и пропадет, то это будет что-то такое очень экзотическое типки, маскирующие символы, что-то такое. Это же просто, давайте я тогда жильем покажу, это xml, который... граф ml, вернее. Нет, какой-нибудь... Вот этот покажу. Вот. То есть это обычный вот такой xml. Обращаем внимание, что namespace здесь... Вот они, y-work-овские парочка. И дальше мы, собственно говоря, в этом xml все, что хотим, то и делаем. Называем атрибуты, атрибуты, вернее, вершин, атрибуты узлов, ой, повторюсь, ребер. Видим это все. И выдаем на горам уже готовую картинку. Остановка координат везде, здесь... В твоей выгрузке нет координат, да? Наверное. Да, да, я специально показал, вот как она выгружается просто. Я там не обращаю внимания на эти координаты, потому что потом все равно мы это делаем с помощью лояута, который здесь очень вот очень хорошо сделан. Просто. Просто чудо. Удивительно, я так помню, что вот именно эта компания, Y-Works, она делает вот это авторазмещение для Aris, где есть шир или как он сейчас называется. И вот я, честно говоря, в Aris много работаю, и я не понимаю, почему там все так работает. А здесь все замечательно. А Aris у вас для чего тогда пользуется? Aris у нас используется для моделирования плана. То есть факт можно забрать только из ПО. Вот сейчас, в текущей ситуации. чисто технически. То есть получить вот эту карту, фрагмент, который я показывал вот здесь. Покажу еще раз. Фрагмент, который я здесь показывал. Получить вот эту карту и ее забрать в Aris можно только для ПО, для ПИ. А проектирование интерфейсов ведется для самых разных шин. Биодиэс, информатика. А биодиэсные выгрузки как получаются? Биодиэсные получаются командой операционной системы. Понял. Она выгружает тебе XML. То есть ты мог бы конечно и ATL разобрать. И ты его по-моему и разбирал. Ну пробовал. Приступал к этой задачи. Он текстовый такой и замороченный. На самом деле XML он еще скажем проще и еще более замороченный. То есть там в корень насыпано много-много всяких тегов. Но тем не менее вот такой простейший XSLT оно справляется с тем, чтобы его разложить в то, что нам нужно. Естественно придя к соглашению, что например у нас там допустим джопа это будет флоу да вот тут например здесь я принял соглашение, что integration flow это job то есть dijob маппится на integration flow на выходе. Вот project на интеграционный сценарий. Тут например что у нас вызов функции это сэндр ну или сэндр выходной карте как у нас принято. Но еще раз хочу сказать, что вот такой формат это скажем придуманный проприетарный формат. Если бы он был общий, то там большинство инструментов, которые используют его после то есть преобразователь в GraphML, преобразователь в PDF, преобразователь в Word, в Doc, в DocuViki, они уже были бы доступны всем сразу, без всякого выкупа. Так, тут в чате просят ссылку на Dashboard. А, давайте. Посмотри в чате, пожалуйста, последний вопрос от Артема Солохина. Так, сейчас, секунду. Так, чат. А я не могу открыть чат почему-то. Рядом с Q&A. А, все, это в дополнительных, да, в дополнительных. Так, ссылку на Dashboard сейчас выложу. Секунду. Там, по-моему, нужно либо попросить кого-то, кто-то добавил, она, по-моему, приватная. Коллеги, если кто-то хочет голосом задать вопрос, говорите, я сделаю ко-хостом, и вы сможете проговорить ваши вопросы. Так, сейчас я ссылку так вот пойдет в чат? Да, пойдет. А вот у тебя же это давно заработка, и с выходом новых версий Игорь Кьеда ломается что-то? Ничего не ломается. Ничего нет. Абсолютно. Это немецкое качество в его лучшем выражении. Я бы еще хотел вопрос Блупринта прокомментировать. То есть, эта идея у нас с тобой обсуждалась достаточно недавно, и откуда, почему она взялась, и как мы, как я к ней пришел, и как пока она еще спорная. То есть, изначально у Андрея все было сделано в XML, вот как вот сейчас. Потом мы стали думать, ну, еще и до этого, но и после этого стали думать, как это можно по-другому представлять. Вот на картинке сейчас в Трелло, на Трелло переключись, пожалуйста. Сейчас, секунду, да. Там вот одна из карточек внизу, RDF Way of Working. То есть, есть такой формат для ведения знаний в каких-то видах формализованных в виде троек, там, отношений каких-то. Есть Ява всякие фреймверки для того, чтобы извлекать из этого данные. То есть, как один из промежуточных вариантов, помимо сим-модели, о которой Андрей говорил, мы, я лично думал, как это в RDF представить и что из этого можно извлечь. Сам формат RDF и сама спецификация и стандарт RDF, он очень сложный. В итоге я как-то от этой идеи отказался. А потом я подумал, что можно, вот несмотря на то, что Blueprint и Camel фреймверк, он для рантайма, но в принципе можно, так как Camel подход, он использует кубики Enterprise Integration Patterns и примерно те же элементы для рантайма, можно использовать это для описания. То есть, вот на слайде, где упоминался Blueprint, и когда Андрей говорил про Blueprint, моя идея была такая, из всех фреймверк, из всех интеграционных систем, из ETL, из CPI, ну из CPI проще всего, из просто Camel, делать просто большой-большой набор маршрутов, роутов Camel. и допустим, если есть у нас IDOC адаптер, то писать соответственно какой-нибудь sub-idoc адаптер с атрибутами у него, как это в Camel, используется, как мы в CPI пишем, но это будет не для работы, а для описания. Плюс такого подхода, мне кажется, в том, что можно использовать всякие агрегаторы, всякие роутинги, всякие кубики, которые вот сейчас в игр к Еде у Андрея не представлены, минус, что формировать такое достаточно может быть сложно в некоторых случаях, но зато потенциально возможно превращать BPM в Camel маршруты и ETL и ETL ведь тоже достаточно сложные бывают подобные BPM сценарии. В общем, про Blueprint была идея такая, что воспользоваться этим форматом для документирования, но идея тоже достаточно может быть трудно реализуемая и может быть не совсем правильная. Так, вот XSLT, я отвечаю на вопрос еще продублирую голосом, что Santa XSLT XSL вот он, ничего страшного из себя не представляет, но он заточен под промежуточный формат, который придуман например какой-то одной организации, для других он может не подойдет, то есть он заточен под такой формат, то есть он ест вот такой на вход, чтобы получить вот такой на выходе. Но сам он, пожалуйста, вы можете его преобразовать по-своему. Вот как раз наличие такого общего формата для вот этого представления, оно бы уже гарантировало, что эти инструменты сработают свободно в любой среде. Андрей, а эти XSL-ки ты их можешь выложить, да? Они выложены, они прикреплены на доске, то есть тот, кто получит доступ к доске в приглашении, тот получит все вот, например, да, какие-то версии здесь сложные. И используется какой XSL для этого? Я специально оставил здесь открытый вот это, это вот такой движок Saxon 9. Да, и ему надо побольше памяти, конечно, отдавать, иначе он не проживет. Ну, вот я говорил, что вот эти входные файлы, они занимают сотни мегабайт. Вот, если выгружать, если, например, разбираться с атрибутами из DS, то там один репозиторий, например, там 60 мегабайт, что ли. Ну, это зависит же от его наполнения. Но, тем не менее, вот и вся эта механика справляется с такими объемами, ничего страшного не происходит. коллеги, еще вопросы? Ну, вопросов больше нет. Лично мне эта тема постоянно интересна, так как хочется генерировать описание автоматически. у замечательного XI Tools есть тоже такие некоторые возможности. Думаю, я знаю, думаю, вы знаете уже этот XI Tools, сталкивались с ним, с разработкой Максима Букина. И там тоже многое сделано для того, чтобы создавать документацию из живой системы. но здесь, соответственно, Андрей изначально от другого подхода отталкивался. Во-первых, не только для XI, во-вторых, не только в свинг клиенте. Поэтому это просто разные попытки хоть как-то с какой-то стороны подойти к одной и той же задаче. Мне кажется, достаточно интересно вам будет использовать и потенциально использовать и такую разработку. Спасибо, Андрей. Был очень рад тебя увидеть в зуме на Pimony. Спасибо, коллеги, кто присоединился и прослушал. Пишите ваши вопросы. Видео сегодняшнее будет выложено. И на завтра у нас такие доклады. В 12 часов доклад Алексея Дмитриева компании SAP по Cloud Integration Advisor это облачная платформа для того, чтобы делать некоторые интеграции проще. делать мэппинги из каких-то кусочков, набирать их из каталога и составлять один общий мэппинг. Данное решение частично уже доступно в продуктиве, но оно только для облачной интеграции. Возможно, вам будет интересно прослушать, как это работает. И в 2 часа дня доклад Рената Хамедулина по SAP Cloud Platform Солюшен диаграммам и иконкам. Возможно, вы видели, что в недавнем времени SAP стала новые иконки использовать и новый подход к графике. И данный рассказ будет посвящен именно визуальной стороне дела, а также как ее трактовать. Вот эти два доклада на завтра в чате в Телеграме будет выложено, ну и уже сегодня выкладывалась программа на эту неделю. И в почте участникам слушателям и докладчикам я направлял это расписание. Так что на сегодня мы заканчиваем. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо.